Новая картина «Инакомысли» Игоря Парфёнова уже его седьмая работа за 9 лет. Он – режиссёр, сценарист и исполнитель одной из ролей. Да премьерный показ в кинотеатре организовал впервые. Решил воспользоваться практикой мирового кинематографа. В готовую ленту режиссёр готов внести коррективы. Первым зрителям представляют четверолапую актрису Бонну и желают вдумчивого просмотра. Какого, говорят, ты отца матери? А я говорю, нет у меня ни отца, ни матери, а кроме Бога и земли. Бог – Отец, земля – мать. Президенты, говорят, признаёшь? А я говорю, признаю, а чего не признать? Он себе президент, а я себе президент. События в картине развиваются в психиатрической лечебнице. Потом переносятся на бойню животных в горной деревушке. Герои – беспомощные пациенты-лечебницы, кровожадные забойщики и обуреваемые жаждой денег преступники. Животные здесь тоже герои. Режиссёр проводит параллель. Жёсткость в отношении животных точно так же проявляется и в мире людей. Часто мы об этом не задумываемся и живём, как я говорю, с флером на глазах. Я просто пытался обнажить нашу действительность, обнажить нашу жизнь и обнажить наши нервы, чтобы наши действительно заплывшие души немножко растормошить. Большую часть ленты снимали в Крыму у подножья Белой скалы и на заброшенной базе КГБ. Некоторые сцены в Харькове. На съёмки пригласили знаменитого российского оператора-постановщика Александра Бурова. Актёров из Харькова и Симферополя отбирали на кастингах. Я театральный актёр, а тут кинороль. Понимаете, довольно большая роль, очень много текста, и поэтому в этом была сложность. Попали в фильм и люди, совершенно далёкие от мира кино. К примеру, Андрей Гусаков. Он воплотил на экран коррумпированного безжалостного санитара. По профессии я, к сожалению, не актёр. В общем-то, я специалист по эксплуатации летательных аппаратов. Актрисе Элен Слюсарчи вживаться в свою роль было нелегко. Её персонаж положительный, но противоречивый. Для меня главное, чтобы не было равнодушия. Вот когда зритель выходит с пустыми равнодушными глазами, и без дискуссий, без диалога, тогда это, значит, делалось зря. А когда возникает какое-то изменение сознания, какая-то реакция, вот тогда кино заставляет думать. Люди настолько вот сейчас в суете и в каком-то таком иллюзорном мире, в розовом, вот такая, она жестокая, но реальность. Её нужно, наверное, показывать всё-таки, такую реальность. Мне кажется, фильм нужный. Премьеру картины Игорь Парфёнов планирует на осень. Сначала в Киеве, потом в Харькове. До одного не пойму. Да я сумасшедший от того, что вижу то, что другие не видят. То есть сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу. Карина Авджан, Юлия Довгопола, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».